Телекомпания «Вид» представляет. Третьего декабря 1966 года в субботу в час дня на одной из главных магистралей Москвы улице Горького было остановлено движение. Примерно час спустя со стороны площади Маяковского на улицу въезжает артиллерийский лафет, на котором установлен гроб. За лафетом идет маршал Константин Рокоссовский. За ним шествует колонна около трех тысяч человек, представителей всех районов столицы. Среди них бывшие фронтовики, жены, оставшиеся без мужей, матери, потерявшие сыновей, ставшие взрослыми дети погибших солдат. В процессе в полном молчании движется Красная площадь. Несмотря на сильный мороз ниже 20 градусов, многие снимают головные уборы. По обеим сторонам улицы выстраиваются сотни тысяч взволнованных людей. По рядам проносится шепоток, кого везут. Неизвестного солдата будут хоронить. Так спустя 21 год страна почтила память своих защитников. Добрый вечер. В эфире программа «Как это было». Каждый год 9 мая россияне идут к вечному огню поклониться памяти неизвестного солдата. Сегодня уже позабылись многие детали того святого дня. И уже мало кто вспомнит о хранителях памяти, десятках людей, сделавших все возможное, чтобы этот мемориал появился. Сегодня у нас в гостях один из них. Это Николай Григорьевич Егорычев. В ту пору первый секретарь Московского горкома партии. Николай Григорьевич, я знаю, что вы сами фронтовик. А вот среди ваших однополчан наверняка были пропавшие без вести. Вы знаете, это очень большой вопрос, пропавшие без вести. Ведь вы хорошо знаете, что война началась для нас очень неблагоприятно. Большое было отступление почти до самой Москвы. Сколько там осталось наших солдат лежать в лесах Смоленщина, Брянщина, в Орловской области. Вот они неизвестные солдаты. И даже в тех условиях, вы знаете, была зима, метели, скажем, человека убивают где-то там в лесу, в поле, быстро снегом занесет. И как скоро, значит, потом его похоронят, очень трудно сказать. А почему именно в декабре 66-го года происходило захоронение останков неизвестного солдата? Ведь празднуется день победы 9 мая. Это было 25-летие победы под Москвой, величайшей битвы. Вот тогда и возникла такая идея. Соорудить в Москве памятник могилу неизвестному солдату. Вот и захоронить останки неизвестного солдата у Кремлевской стены. Как раз 3 декабря 1966 года. Кто поддержал вашу инициативу по поводу создания памятника, там, я имею в виду, наверху. Где-то в начале 66-го года мне позвонил Алексей Николаевич Косыгин. И говорит, слушайте, я только что вернулся вот из Польши. И в Варшаве я возлагал венок к памятнику могиле неизвестному солдату. А почему у нас в Москве нет такого памятника? Разве у нас мало было неизвестных солдат? Я говорю, Алексей Николаевич, вы очень правильно ставите этот вопрос. Но мы уже решили, что в связи с юбилеем мы такой памятник могилы создадим. И как только у нас будет решение, выбрано место, эскизы будут, я к вам зайду и покажу, как это будет выглядеть. Вот так было. А кто же был против? Против был Леонид Ильич. Я пришел к нему, показал ему эскизы, сказал о том, что мы затеваем, а зачем какой-то памятник могилу неизвестному солдату, кому это нужно. Ну, в конце концов, я его убедил. Но когда показал ему эскизы и рассказал, где мы намереваемся этот памятник создать, он сказал, нет, а место, вот выбирайте другое. Мы ведь все настолько привыкли, что этот вечный огонь горит в Александровском саду, Кремлевской стены, вот. И даже не представить себе сейчас, да, сложно, что это может быть где-то вообще в любом другом месте. Вы знаете, у нас было главное архитектурное планировочное управление в Москве, где главные архитекторы наши были собраны. И я их попросил подготовить какое-то место, где можно соорудить этот памятник. Сегодня у нас в гостях доктор экономических наук, почетный член Российской академии архитектуры, начальник главного архитектурно-планировочного управления Москвы тех лет Геннадий Нилович Фомин. И что же с местом? Какие были предположения, какие были мечты, может быть, у кого-то? Где вы еще предполагали построить этот мемориал? Где? Где? Смотрели и Ленинские горы, и Поклонную гору, где в это время проектировался еще только, так сказать, памятник. Над ним работал тогда скульптор Вутечечка. Да. И другие места были. Но, значит, вот мне казалось, что лучшим местом для размещения этого мемориала должна быть Кремлевская стена, так сказать. Поэтому мы довольно долго, так сказать, в течение полутора-двух часов обошли пешком вокруг всю Кремлевскую стену, так сказать. И вот в конце концов остановились вот на этом уголке Александровского сада, так сказать. И тут вот Николай Григорьевич попросил поработать уже над конкретным проектом, так сказать. Этот проект разрабатывался под руководством Бурдина Дмитрия Ивановича в его мастерской моспроекта. Был вариант стеллы, так сказать, какой-то так. Но там уже одна стелла была. О ней потом, может быть, мне придется еще два слова сказать. Вот. И поэтому было решено, значит, так сказать, вот это надгробие сделать в виде мощной такой гранитной плиты, так сказать. Да, да. Но без одобрения Политбюро нельзя было начать работу, я так понимаю. Я знаю, эскиз. Тут же, в этот же день отвез, показал Алексея Николаевича Косыгину. Ему очень понравилось. Он сказал, давайте добро я поддержу. После этого я поехал в ЦК и показал это Суслову. Леонида Ильича Брежнева не было. Он где-то был в отъезде. Поэтому я показал Суслову. Ему тоже это очень понравилось. Он тоже сказал, давайте я поддержу. После этого, когда вернулся Леонид Ильич, я пришел к нему, показал ему. Вот он сказал, зачем? Потом сказал, ищите другое место. Вот такая была его реакция. Это был апрель месяц, начало мая. Захоронение должно было быть 3 декабря. Время идет. Я один раз к нему иду, второй раз, третий. Ни в какую. Ищите и все тут. Я говорю, ну нет другого такого места, подходящего, как около Кремлевской стены. Ничего не знаю. Вот тогда я пошел на небольшую хитрость. Я попросил Геннадия Дниловича. Геннадий Днилович, подготовьте все планшеты, макет. И 6 ноября отвезите это во Дворец съездов. Там будет проходить торжественное заседание. Разместите все это в комнате президиума. Когда закончится торжественная часть, я покажу это членам Политбюро. И попрошу, чтобы они дали согласие. Так оно и случилось. Все члены Политбюро в один голос сказали, да, это замечательно, да, это хорошо. Алексей Николаевич Косыгин очень поддержал. Я смотрю, Леониду Ильичу деваться некуда. Ну как, товарищи, будем считать, что решение принято? Да, принято. Можно начинать, можно начинать. Илья Николаевич, извините, что я перебиваю вас, но там же стояла Стелла. Так вот, на этом месте, не на этом месте, а на этой площади стояла Стелла. Она была установлена в связи с 300-летием дома Романовых в 13-м году. По указанию Ленина с этой Стеллы стерли имена царей и выбили имена выдающихся деятелей революционного движения. Он, говорят, и список этот составлял. И мне вот Геннадий Нилович и Дмитрий Иванович Бурдин говорят, Николаевич, но ведь Стеллу-то убирать надо просить специально разрешение Политбюро. Я говорю, если будем просить разрешение Бюро, можем или не получить, или очень долго этот вопрос будет решаться. Поэтому я говорю, беру на себя вот всю ответственность. Мы передвинем эту Стеллу. Если бы Леонид Ильич раньше бы сообразил, что вот эта Стелла стоит, тут бы уже был стопроцентный отказ. Но вот самый главный вопрос. То есть, а где искать тело солдата? Конечно, встал такой вопрос перед всеми в то время. В это время строили Зеленоград и совершенно случайно раскопали неизвестную братскую могилу. В этой братской могиле было восемь человек похоронено. В том числе вот этот неизвестный солдат. Как мы определили, что это то, что нам надо? Ну, во-первых, это было на самой передовой. Это раз. Второе. Это место не было никогда у немцев. Это было на нашей территории. Военные все проверяли на предмет того, известная или неизвестная этой могиле. Ее нигде в архивах в то время не нашли. Поэтому у нас была полная уверенность, что это останки неизвестного солдата. Одного из защитников Москвы, который пал смертью вот на самых ближних, по сути дела, рубежах обороны нашего города. Кстати, это рубеж как раз проходил по Крюкову. Крюково, так сказать, так перешли в Зеленоград. Да, да. Среди военных профессий нет могильщиков. Солдаты сами зарывали в землю своих товарищей. Этот скорбный труд пришлось выполнить многим солдатам. И у меня вопрос к нашим ветеранам. Скажите, кому-либо из вас приходилось брать на себя эту страшную миссию? Что можно говорить? Мы хоронили после каждого боя, особенно в стрелковых дивизиях. Если очень не повезло нам, то хоронили по батальону. Если трупов не так много, то старались хоронить, ну, как сказать, группами где-то на холмах. Но братских могил мы тогда не искали, потому что нам некогда было земле предать убитого солдата или офицера. Это было святое дело для всех. Я бывший курсант отдельного учебного батальона 2-й гвардейской армии. Лично я захоронил Барханова Николая, Шаболовка, Москва, 1924 года рождения. Я уверен, что он числится, видимо, как неизвестный солдат, хотя в моем сердце он навсегда. Я захоронил лично, когда нас везли, 271-й медико-санитарный батальон раненых. И по дороге он умер. И издал и сказал, вот воронка, давай его положим. Мы положили его в воронку. Это был Хлопин Николай, город Вологда, 1924 года рождения. Я накрыл ему лицо шапкой, положил кусок земли и что-то сказал, и меня повезли дальше. Такое было. Я участвовал в захоронениях разведчика-моряка. Город Москвы – это Москва, Сретенский переулок, дом 9, Арчаков Александр Георгиевич, 1918 года рождения. Возможно, даже кто-то из родственников сейчас это слышит. Если что, я готов об этом сказать. Я еще захоронение имел. Шредер Олег, 24-й год рождения, не знаю, город Харьков. Курсант отдельного учебного батальона 2-й гвардейской армии. Доброволец 41-го года. В 41-м году весь наш 10-й класс, проучившись 3 дня всего-навсего, ушел добровольцами в Ярославскую коммунистическую дивизию. От нас, от ребят, осталось только 2 человека, вернулись с войны. Остальные все, кто под Москвой, кто под Смоленском, остались лежать в могилах. Мне приходилось хоронить своего одноклассника, Арима Белова, который в бою погиб. Ну, похоронили его в братской могиле, 7 человек там было. Похоронили, как положено. А вот скажите, пожалуйста, Николай Григорьевич, то есть, значит, мы поняли, что тело было без документов. Там не было никаких документов. Никаких. Я хочу пригласить в студию Марию Филипповну Шенкареву, старшего лейтенанта военной прокуратуры. Вот по поводу захоронения я хотел спросить. Да. Могло ли быть так, что в общей могиле в братской мог оказаться дезертир? Могло быть. Могло быть все-таки. Но у военного, честного защитника обороны Москвы и в любого, были свои документы, были ремни, знаки были. То есть, отличать обязательно можно было. Бандит это был, бандит. Предатель это был. Или настоящий наш советский человек, который защищал Москву и защищал нашу родину. Останки неизвестного солдата, они еще тогда сохранились неплохо, но, во всяком случае, его солдатская форма сохранилась. На нем был одет ремень, у него были нашивки, а это означало, что он не был арестован, не был расстрелян, а просто погиб во время обороны Москвы. Когда арестовывали, снимали ремень, сдирали нашивки, все это было на месте. Ах, вот так все. И у всех остальных, кто там был захоронен, было такое же состояние. Мы убедились, и военные убедились, что это неизвестный солдат, никаких данных не было, что это рядовой солдат. А кто он был? Рядовой. Русской, да, русской, там узбек или там татарин. Тоже совершенно неизвестный. Это не имело значения, да. Ранним утром 3 декабря 1966 года у открытой братской могилы под Зеленоградом собрались люди. В полном молчании останки неизвестного солдата положили в саркофаг. Впервые у тела безымянного героя встал почетный караул. Гроб с телом водрузили на лафет, и траурная процессия двинулась в сторону Москвы. Привезли. Прям все. У нас тысячи человек там было. Я там тоже стояла. Все стояли, ревели. Там не могли даже, вы понимаете, но я даже не могу сказать, как это было. Потому что настолько это было трогательно, настолько это было и за то, что все-таки хоронят, и за то, что все-таки похоронили неизвестного солдата. Как люди? Они были оповещены? Нет. Средствами массовой информации о том, что вот сегодня, в этот день, по Ленинградскому проспекту... Или никто ничего не знал. Нет, мы об этом, конечно, сказали, что будет захоронение, и что маршрут будет там проходить. Все люди знали об этом. Но никому никаких заданий не давали, что надо вывезти людей. Люди вышли сами. Все мы шла бы хотели. Не до единого человека. Все улицы были забиты. Потому что поймите, что ведь прошел всего 21 год. Еще у всех были свежи в памяти. Ведь каждая семья у нас потеряла кого-нибудь из близких. Или товарищей, скажем. У меня вопрос к нашим дорогим ветеранам. Наверняка 3 декабря кто-то выходил на улице, стоял, может быть, и у Кремля был, или на Ленинградском проспекте. Пожалуйста, расскажите, вспомните этот день. Герой Советского Союза, профессор Евдокимов Владимир Тимофеевич. Мне вспоминается тот день, тот памятный день похорон останков неизвестного солдата. И здесь правильно сейчас товарищи говорили, что все улицы, вся площадь была заполнена в тот неуютный декабрьский день москвичами. Тысячами тысячи москвичей. И вот в момент подхода кортежа с останками неизвестного солдата к трибуне, смотрю, идет маршал Советского Союза Жуков. Он тогда был в опале, идет в повседневной шинели, в фуражке, свободно шинель застегнута на пару пуговиц, подходит к генералам, находящимся на этой трибуне, подает руку, здоровается с ними, и мне руку маршал подал. Мне это было очень приятно, что вот мою руку фронтовика, защитника Москвы, пожалуй, маршал Советского Союза, полководец, командующий в 41-м году войсками Западного фронта, на котором мне, как защитнику Москвы, пришлось воевать. Итак, давайте посмотрим, как проходила эта траурная церемония. КОНЕЦ Николай Григорьевич, опять вопрос к вам. Всем известно, что войсками, которые разгромили немцев под Москвой, командовал Георгий Константин Жуков. Почему же не ему доверили нести гроб? В чем дело? Пальный Жуков был при Сталине, он был втоптан в грязь буквально при Хрущеве, и он был забыт при Брежневе. Значит, это главное политическое управление решало, а уж главное политическое управление никогда бы Жукова не допустило к этому. Итак, этот торжественный день прошел. Но вечный огонь на солдатской могиле зажгли только через полгода, 8 мая 1967 года. У меня вопрос к Геннадию Ниловичу. Скажите, пожалуйста, а с чем была связана эта задержка? Задержка такая произошла, потому что требовалось, во-первых, реализовать сам проект. Для этого нужно было очень многое сделать, так сказать. Так, подыскать необходимый монолит, обеспечить, так сказать, доставку необходимого количества, так сказать, серого гранита для оформления. Каждый, кто подходит к вечному огню, знает, что прочтет строки, выбитые на мраморной плите. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. А ведь мало кто задумывался над тем, что у этих строк есть автор. Николай Григорьевич, ну вы наверняка должны знать, кто сочинил эти строки. Вы знаете, когда мы решили создавать этот мемориал, я пригласил к себе Михалкова Сергея Владимировича. Он тогда возглавлял Союз писателей Москвы. Константин Михайловича Симонова, затем Сергея Наровчатова, был такой у нас поэт талантливый, и Сергея Смирнова. И попросил их, знаете, что вот мы создаем такой памятник. Будьте добры, посмотрите, какие надписи есть на таких сооружениях в мире, и что бы нам надо было написать. Потом прошло некоторое время, может быть, там месяц, два, три, я их попросил прийти ко мне, все они пришли, и у каждого из них были свои предложения. К сожалению, сегодня Сергей Владимирович Михалков не смог приехать в нашу студию, но он любезно поделился с нами своими воспоминаниями. Каждому из нас предложили написать по варианту надписи на могиле неевестного солдата. Я принял участие, и в результате то, что я написал, то, что я сочинил, стало надписью на могиле неизвестного солдата. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Текст был такой. Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен. Вот, потом все разошлись, я сижу над этим текстом, что-то мне не нравится, думаю, ну вот придет человек, который потерял своего близкого, сына, брата, отца, что он будет говорить его, он, наверное, скажет, имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Я тут же звоню Сергею Владимировичу, который возглавлял это дело, вот Михалкову говорю, Сергей Владимирович, может, все-таки его заменим на твое? Ну, он так немножко заикается, Николай Гривович, это здорово. И вот так родился этот текст у нас. Вот как. Восстановим дальнейший ход событий. Итак, строительные работы за полгода были закончены. Настало утро 8 мая. Что же произошло в этот день? Обратимся к хронике. 7 мая 1967 года в Ленинграде от вечного огня на Марсовом поле зажгли факел, чтобы доставить частицу незатухающего пламени по эстафете в Москву. В крупных населенных центрах, в местах бывших боев проходили торжественные митинги. Хотя их трудно было назвать митингами в привычном смысле слова. Скорее, это было выражение общего чувства причастности к чему-то значительным. Кортеж с вечным огнем достиг Москвы. Колонна с факелоносцем подошла к Манежной площади. Здесь эстафету принял герой Советского Союза человек-легенда, летчик Алексей Мересьев. Люди замерли, стараясь не пропустить самого важного момента зажжения вечного огня. И вот мы подходим к ключевому моменту церемонии, непосредственному зажжению вечного огня. И кому же была предоставлена эта миссия? Кто должен был сделать это? Значит, вступительное слово говорил я. Да. Оно было очень короткое, примерно 6-7 минут. На площади, вот вы сейчас видели здесь, было огромное количество людей. Вот. И в конце этой речи я говорю, этот памятник сооружен по решению Политбюро Центрального Комитета Партии. Поэтому я прошу генерального секретаря Центрального Комитета Партии Леонида Ильича Брежнева зажечь вечный огонь на могиле неизвестного солдата. Перед этим мы Леониду Ильичу сказали, Леонид Ильич, будьте аккуратны. Значит, будете подходить с факелом, посмотрите, пожалуйста, в сторону рабочего, который стоит у Кремлевской стены. Он должен открыть газ. Он откроет газ, махнет вам рукой, в это время подносите факел. Все ясно. Он подошел туда и на сколько, ну, может, на секунду, на две вот это не сработало. Когда он поднес факел, то получился небольшой хлопок. И он отпрянул назад. Я даже испугался, как бы он не упал с этим факелом. Но это потом дорого стоило. Стоило того, что вот эту церемонию зажжения огня не стали показывать. Сегодня у нас есть возможность увидеть кадры, которые не были показаны по центральному телевидению в день открытия памятника. Конечно, все умело смонтировано. И самого момента хлопка и покачнувшегося Леонида Ильича вы не увидите. Но, безусловно, по прошествии 30 лет никому в голову не придется вспоминать об этом происшествии, иначе как о нелепой случайности. Генеральный секретарь Центрального комитета КПСС Леонид Ильич Брежнев зажигает вечный огонь. У меня снова вопрос к нашим уважаемым ветеранам. Кто хочет сказать по поводу вот этого дня, кто помнит его хорошо, кто был там рядом буквально, пожалуйста. Есть ведь? На этом сооружении написано, «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Мы, очевидцы, присутствующие и смотревшие по телевидению, были, конечно, особенно фронтовики, очень потрясены. К каждой семье находился кто-то ушедший из мира иной на этой проклятой войне. Поэтому каждый считал, что, может быть, это мой родственник. И мы были благодарны. И сейчас хочется выразить вот тем, которые принимали непосредственное участие в этом. И я считаю, что к этому месту никогда не зарастет народная тропа. Я родился перед войной. И в 41-м году, когда к нам в Донбасс докатилась война, вот это я всё помню. Отец мой погиб и стал неизвестным солдатом, ну, пропал без вести на том берегу, который защищали, когда немцы шли на Волгу. Вот этот период. Поэтому Вечный Огонь, он не только память о тех, которые Москву защищали, но он Вечный Огонь тех, которые вообще стояли на всех рубежах защиты нашего Отечества. Спасибо. Не могу не спросить вас, создателей этого памятника. Вот о чём. Сегодня, вспоминаю о множестве других волнующих событий в вашей жизни, ощущаете ли вы, что именно вот в тот день произошло то, одно из самых важных? Я считаю, что для меня это один из самых-самых выдающихся дней. Когда вот я кладу цветы к могиле неизвестного солдата, я думаю, знаете, не только о тех, кто где-то, когда-то погиб. Я вспоминаю все своих товарищей, которые погибли у меня на глазах, похоронены, знаю, где они похоронены, но когда я кладу эти цветы, я кладу как бы к могилам и моих товарищей, к которым я не имею возможности приходить к классе. Думаю, что практически это у каждого, кто возлагает эти цветы. Пожалуйста, Игорь Данилович, говорите. Я не только как участник сооружения этого памятника, но и как ветеран, так сказать, так. Я прожил большую жизнь, так сказать. Вот мне в этом году исполнилось 85 лет. И вот за всю жизнь у меня, конечно, было много событий, которые можно было бы считать значительными и в годы войны, и в предвоенные, и в послевоенные годы. Но вот то, чему сегодня посвящена наша передача, так сказать, так, является одним из самых глубоких и ярких впечатлений. Сейчас вы приходите со своими детьми, со своими внуками. Что не спрашивают вас маленькие дети? Что отвечаете им вы? Пожалуйста, кто-нибудь, скажите об этом. Мне редко приходится бывать у постамента, у неизвестного солдата, у памятника в Москве, потому что каждый год в нашей Ярославской дивизии сборы свои ветеранов проходит. Человек 30-40 собирается остатков ветеранов этой дивизии. И когда я уезжаю, моя жена, очень прекрасный человек, и внучка просит у меня удостоверения. Дедушка, отдай нам свое удостоверение, чтобы мы могли пройти, возложить цветы к памятнику неизвестному солдату. И когда я приезжаю, внучка всегда передо мной отчет держит. Ты знаешь, дед, так было торжественно, так было прекрасно. Спасибо тебе большое за то, что мы могли так с бабушкой прекрасно провести время и возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Вот я когда прихожу со своей внучкой к этому замечательному памятнику, спасибо вам, вы понимаете, вот ощущение не просто вот когда рассказываешь как-то интересно, еще хуже того, когда это много, а вот к памятнику и она очень хорошо и просто чувствует и твою причастность. Вот такую особенность этого памятника я хотел бы и заметить. Спасибо. Так вот этот же вопрос мы задали Сергею Михалкову. Я бы мечтал, чтобы нам никогда больше не пришлось писать надписи на могилах неизвестных солдат. Чтобы это было по последний раз в жизни нашего народа. Ну что ж, такова подлинная история мемориала могил меня мемориала неизвестных и все . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...